МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала о подразиции коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Не дня без обысков. Утром следователи по борьбе с коррупцией и сотрудники СИП нагрянули в офис одного из прокуроров. О ком идет речь, расскажем в выпуске. Глава государства может быть отстранена от должности. Оппозиционная партия объявляет о начале процедуры импичмента президенту Майе Санду. Проверка со скандалом. Гражданское общество в рамках протеста потребовало максимальной прозрачности в деятельности Некрополя бездомных животных в Кишиневе и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. С чего все началось, узнаете из наших репортажей. Шокирующий случай в Санжирейском районе. Мужчина погиб на месте, раздавленный веткой. Как все произошло, расскажем в новостях. Далее все это и многое другое подробно. Президент вернула в парламент поправку в закон о государственном бюджете на 2022 год, предусматривающую повышение зарплат судей Конституционного суда с 45 тысяч до 82 тысяч леев. Причина, указанная главой государства, отсутствие положительного заключения правительства. До этого судьи Конституционного суда отреагировали на критику, возникшую в публичном пространстве из-за значительного повышения их заработной платы. Как отмечается в распространенном официальном сообщении, обязанность быть воздержанными и осторожными в высказываниях не позволяет им выступать с комментариями по этому вопросу. Между тем, заработная плата пяти судей КС после недавних законодательных изменений, принятых парламентским большинством, практически удвоится. Накануне бывший премьер-министр Ион Кику, а также депутаты от Блока коммунистов и социалистов, заявили, что при утверждении соответствующих изменений был нарушен закон, поскольку поправка принята без заключения правительства и не содержит указания на источники финансового покрытия. Партия Шор инициирует кампанию по сбору подписей граждан за отставку президента Майсанду. Об этом заявил председатель политформирования Илон Шор, по словам которого, параллельно с этим будет инициирована процедура выражения вот оба недоверия и действующему парламенту. Как отметил политик, единственным решением избавить страну и граждан от множества проблем, с которыми они столкнули за последние месяцы, является проведение досрочных парламентских, а также президентских выборов. По словам Илона Шора, процедура импичмента президента Майсанду будет начата в понедельник, 13 декабря. И хотя у возглавляемой им партии недостаточно голосов для того, чтобы выразить вот ум недоверия в парламенте, председатель партии Шор рассчитывает на голосование и других депутатов. Я очень рассчитываю, что многие из депутатов, которые пришли в парламент по спискам партии ПАС, которые верили в искренние хорошие намерения, которые честные и порядочные люди, но которые сегодня увидели геноцид против собственного народа, подумают и задумываются над тем, каким стоит проголосовать во имя граждан, во имя людей, во имя спасения нации. Кроме того, Илон Шор объявил о запуске широкой кампании по сбору подписей граждан за отставку главы государства, в связи с чем он призвал все парламентские и непарламентские партии поддержать эту инициативу. Жизнь каждым днем становится все хуже и хуже. И если сегодня мы не остановим этот беспредел, то завтра уже будет поздно. Растоптали ваш карман, растоптали ваше мнение, наплевали на ваш голос. Что еще нужно убедиться для того, что жизнь простого человека и простого гражданина абсолютно безразлична правящей власти. Представители аппарата президента в ответ на запрос ТВ-6 отказались комментировать это заявление председателя партии Шор. Также в ходе пресс-конференции Илон Шор заявил, что нынешние выборы в Бельцах являются незаконными, а примара города нужно избирать только после организации новых выборов. По его словам, жители северной столицы лишили права голоса, права на свободный выбор и права на личную жизнь. Я думаю, что госпожа президент просто хочет монархию. Ей нравится принимать самостоятельные решения. Она хочет стать моей первой в Молдове и самостоятельно назначать от министров до мэров, председателей районов и всех остальных. Согласно законодательству, импичмент – это процедура снятия президента с должности в случае совершения им деяния против государства. Конституция предусматривает, что глава государства может быть отправлен в отставку только парламентом при голосовании не менее 68 депутатов, а предложение об импичменте должно быть инициировано не менее чем 34 парламентариями. Сотрудниками прокуратуры по борьбе с коррупцией и службы информации безопасности проведены обыски в Генеральной прокуратуре. На этот раз в кабинете одного из следователей на основании поданной против него жалобы. Как сообщается в официальном пресс-релизе, автор заявлений утверждает, что был принужден дать недостоверные показания в качестве свидетелей. Издание «Зиаролдегарда» указывает, что речь идет о прокуроре Владиславе Коручеро, осуществлявшем в составе прокурорской группы уголовное преследование по одному из дел, возбужденных в отношении бывшего прокурора Виарела Мараря. Напомним, за последние недели в Генпрокуратуре состоялся целый ряд проверок, в том числе в кабинете отстраненного от исполнения обязанностей генерального прокурора Александра Стоиногла и его заместителя Руслана Попова. 8 декабря прокуроры ИСИП провели обыски в Национальном центре по борьбе с коррупцией, а именно в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса. Вскоре после этого он был задержан на 72 часа по делу, в котором его подозревают в незаконном обогащении, даче ложных показаний и нарушениях, допущенных в финансовой деятельности. Тем временем начальник управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Геннадий Танас направлен в Кишиневское пенитенциарное учреждение номер 13, где он проведет ближайшие 20 суток. Его подозревают в незаконном обогащении, даче ложных показаний и незаконной финансовой деятельности. Два дня назад сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете и доме Геннадия Танаса. Обыски также были проведены по месту жительства некоторых членов его семьи. Трое человек допрошены в качестве подозреваемых. В случае признания вины по факту незаконного обогащения Геннадию Танасу грозит до 15 лет лишения свободы. Дача ложных показаний карается заключением до одного года и штрафом до 30 тысяч леев, а за незаконную финансовую деятельность ему грозит до 5 лет заключения. Получив в первом туре всего 416 голосов избирателей, кандидат от партии «Патриоты Молдовы» Николай Кирильчук станет соперником независимого кандидата Николая Григоришина во втором туре местных выборов в Бельцах. Такая рокировка стала возможной после того, как Борис Маркоч от ПДС и Александр Нестеровский, выдвинутый блоком коммунистов и социалистов, подали официальные заявления о выходе из избирательной гонки. Жители Бельц выйдут на избирательные участки 19 декабря, чтобы избрать примара между независимым кандидатом Николаем Григоришиным, который в первом туре занял второе место, и Николаем Кирильчуком, кандидат от партии «Патриоты Молдовы», за которого в первом туре проголосовали всего 416 человек. Тем не менее, он стал участником второго тура выборов после того, как два других кандидата, которые должны были участвовать в этой гонке, Борис Маркоч от ПДС и Александр Нестеровский от блока коммунистов и социалистов официально отказались от участия в выборах. Вчера было принято постановление об утверждении текста бюллетеня для голосования для выборов примара во втором туре новых местных выборов от 19 декабря 2021 года. Согласно тексту бюллетеня, у избирателей есть два варианта независимый кандидат Николай Григоришин и Николай Кирильчук от партии «Патриоты Молдовы». Николай Кирильчук заявил, что будет бороться за кресло примара города, несмотря на значительную разницу в голосах между ним и Николаем Григоришиным в первом туре. У меня с Григоришиным разрыв всего лишь 18%, с половиной. Поэтому я считаю, что в Молдовии начали работать законы демократии. И они работают законно правильно. А когда люди не знают закона, придумывают всякую ерунду, что тот дает шанс, тот дает шанс. Я считаю, что шанс Григоришину или Кирильчу дадут избиратели. Я думаю, что меня поддержат сибирчане и сделают выводы. Я пока не могу вам говорить сегодня с кандидатом, кто будет. Партия действий и солидарность объявила, что снимает с предвыборной гонки своего кандидата Бориса Маркача, показавшего третий результат в первом туре, чтобы избежать интерпретации. Позже еще один кандидат, Александр Нестеровский от блока коммунистов и социалистов, занявший четвертое место, объявил о бойкотировании второго тура выборов в Бельцах. Он заявил, что эти выборы не имеют ни моральной, ни политической, ни юридической легитимности. Второй тур выборов примара Бельц должен был состояться 5 декабря, но был приостановлен после того, как апелляционная палата Бельц оставила в силе решение суда первой инстанции об исключении из предвыборной гонки фаворита этих выборов кандидата от партии ШОР Марины Таубер. Она была исключена из политической борьбы после судебного разбирательства, продолжавшегося двое суток. Адвокаты Таубера расценили эти действия как политическую расправу и объявили, что обратятся в Европейский суд по правам человека. С другой стороны, Центр избирком считает, что принятое решение было правильным. По словам многих жителей Бельц, они не хотят идти на второй тур выборов мэра города. Люди недовольны тем, как сложилась ситуация после первого тура, начиная от исключения с предвыборной гонки Марины Таубер и заканчивая проведением выборов с участием оставшихся кандидатов. В соответствии с решением Центра избиркома выбирать им предстоит между Николаем Григоришиным и Николаем Кирилчуком. О чем еще говорят жители Бельц в нашем следующем сюжете. Второй тур выборов при Мара Бельц по решению Центра избиркома назначен на 19 декабря. Но многие жители города утверждают, что не придут на избирательные участки. 19 декабря опять выборы. Пойдете на выборы? Почему? Не придем. Не хотим. Потому что это неправильно. И мне кажется, многие наши знакомые не придут. Это несерьезно по отношению к населению, потому что у всех были надежды. Мои знакомые и я лично пошли голосовать, но пришлось вернуться домой, потому что все было закрыто. Помимо приостановки второго тура местных выборов, который должен был состояться 5 декабря, люди также возмущены исключением из предвыборной гонки кандидата, показавшего лучший результат в первом туре Марины Таубер от партии ШОР. Там же Марину сняли, если бы Марину не сняли, то она бы набрала, естественно. Конечно, мы ее поддерживаем, потому что там, где она приложила руку, там, где они, партия ШОР, там порядок. Выборы уже видят, что она побеждает и тогда снимает ее отсюда. Это абсурд, конечно, это издевательство народу. Некоторые жители города считают, что за снятием с выборов кандидата от партии ШОР Марины Таубер стоит правящая партия действий «Солидарность». ПАС не хочет, как бы, дендрубтул каплуну в рясе фиа, табера леса ка примар лабелс. Я считаю, что Майя Санду невыгодно, чтобы Таубер была. Я бы с удовольствием проголосовала за Таубер. А вот опять? Я считаю, что это единственный человек на данный момент, который действительно реально может что-то хотя бы сделать. Это позор. То, что произошло с этим человеком. Санда заплатится все. В то же время многие бельчане даже не хотят слышать о включении в бюллетень для голосования Николая Кирильчука, который в первом туре не вошел даже в тройку кандидатов с наилучшими результатами. Как так? Кандидат, который набрал 1,25 процента станет мэром города. Кирильчук, мы знаем его, знаем, что он сюда хочет, этому ни за что. Поэтому я бы просто хотел, чтобы люди не пришли. Другие жители бельц, возмущенные при остановлении местных выборов, не могли найти слов, чтобы выразить свое недовольство. Что тут комментировать, когда такой бардак в стране? Это просто кошмар. Издевательство над ней. Почему так? Все, ничего. Караул, один с одним словом. Не знаю даже, что сказать. Я еще не слышала ни о чем подобном в истории Молдовы. Кандидат в примар-эбельце от партии Патриоты Молдовы Николай Кирильчук заявил, что все же испытает свои силы на этих выборах. Как сказать, реакция моя, как я могу вот реагировать? Это сознание людей, если они так хотят, это их право, что я могу сказать? Пресс-секретарь президента Сарина Штифырца заявила нам, что не будет комментировать мнение граждан. Нет, я не могу комментировать что-то подобное. Я не знаю, кто эти люди на улицах, как их отбирали. Это жители муниципиа Бельцы, которые говорят, да-да, я поняла, но мы не комментируем. Представители партии Действия и Солидарность тоже отказались комментировать высказывания горожан, ограничившись тем, что прислали нам сообщение, в котором упомянули, что Марина Таубер была отстанена от участия в выборах в Бельцах из-за незаконного финансирования кампании. Кандидаты от партии Шор сняли с гонки после того, как в первом туре за нее проголосовали почти 48% избирателей, принявших участие в голосовании. Продолжаем выпуск. Без ветеринарного врача, санитарного разрешения и с использованием продуктов питания неизвестного происхождения. Это лишь некоторые из нарушений, выявленных Национальным агентством безопасности пищевых продуктов Анса при проверке некрополя для животных, где расположены приют для бездомных собак, которые находятся в ведении муниципального предприятия Ауто Солубритате. Инспекторы нагрянули с проверками на основании информации о нарушениях, поступивших со стороны защитников прав животных. С другой стороны, представители приюта утверждают, что не все так плохо, как описано в отчете Анса. Два дня назад после проверки инспекторы Анса обнаружили, что некрополь, где расположен приют для животных, действует без санитарно-ветеринарного разрешения, а это противоречит законодательству. Кроме того, в некрополе есть только одна машина, в которой перевозят как живых животных, так и мертвых. Также отсутствуют записи о лечении и хирургических мешательствах, а также о том, в каких условиях они проводились. Съемочная группа ТВ-6 отправилась в некрополь, чтобы узнать, какова ситуация на самом деле. Заместитель директора некрополя не смог точно сказать нам, выданы ли учреждению санитарно-ветеринарное разрешение. В данный момент администрация готовит отчет и ответит на все вопросы, поставленные инспекторами агентства. Помимо прочего, агентством установлено, что животные получают пищу неизвестного происхождения. Ион Улинич заверил нас, что с продуктами все в порядке, но не смог доказать это, так как у него не было никаких подтверждающих документов. Просто нет упаковки. Это продукты местного производства, изготовленные в Старшинском районе. Если не ошибаюсь, есть сертификат. Все есть. Вы можете показать сертификаты? Оригиналы будут представлены вместе с отчетом. Что касается отсутствия ветеринара, Ион Улинич пожаловался, что искал его почти полтора года, но не нашел, так как никто не хочет здесь работать из-за условий, которые далеки от тех, что есть в специализированных клиниках. По его словам, процедуры вакцинации, стерилизации и лечения собак проводятся в двух частных медицинских кабинетах, которые предоставляют услуги на основании договоров, подписанных муниципальными властями. Между тем, инспекторы Анса обнаружили, что после операционной обслуживания животных, после хирургических вмешательств полностью отсутствует, что причиняет им страдания. Ветеринары были, два-три врача работали, но из-за плохих условий работы они ушли. В отчете Анса также отмечено, что нет никаких подтверждений проведения дезинфекции помещений, где содержатся животные, прилегающие территории, а также машины, в которые они перевозятся. Отсутствует и журнал с записями о смерти собак. Инспекторы также установили, что место захоронения животных не соответствует требованиям, на территории приюта не соблюдаются санитарные нормы. Повсюду разбросаны кости умерших животных. Кроме того, в приюте нет снабжения питьевой водой. В настоящее время в Некрополе содержится около 500 бездомных собак. После того, как Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Анса вчера сообщило о нарушении в Кишиневском Некрополе и расположенном там в муниципальном центре бездомных животных, сегодня представители гражданского общества провели акцию протеста перед зданием учреждения. Протестующие с плакатами в руках требовали отставки инспектора отдела здоровья и благополучия животных Максима Сырбу, который якобы ограничил доступ активистов и прессы на территорию Некрополя, где в минувшие дни Анса проводила проверку. У нас есть запрос на проведение проверки, открытой проверки совместно с членами гражданского общества и мы бы попросили, чтобы все это происходило официально, в том числе и в том, что касается Анса, чтобы был привлечен к ответственности Максим Сырбу. В условиях прозрачности он не может работать. Неужели нельзя было провести эту проверку публично? Надо было тайком, как вор, пробраться 8 числа без гражданского общества и сделать это самому. Протестующим вышел заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, отвечающий за вопросы ветеринарии, который заявил, что учреждение рассмотрит запросы, а Максим Сырбу будет приглашен для отдачи объяснений. Агентство готово проводить такой контроль и проверки, в том числе в присутствии прессы и гражданского общества. Напомним, 7 декабря сотрудники отдела по контролю и защите животных Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Анса выехали с инспекции на территорию Некрополя, однако это закончилось скандалом. По словам активистов, директора учреждения обеспокоило присутствие прессы и инспекторы Анса якобы прекратили проверки из-за присутствия там журналистов и волонтеров. Перейдем к другим темам. Перевозчики объявили о проведении протеста в центре столицы. Акция состоится 16 декабря. Основное требование повышение тарифа на проезд. Как заявил председатель Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег-Алекса в протесте примут участие автоперевозчики примерно на 200 машинах. В связи с этим обслуживание нескольких маршрутов будет прервано. К сожалению, у нас не было никаких переговоров с министерством. Нам не ответили ни на один из вопросов. И что хуже всего, нет конкретных действий, чтобы показать, что наши проблемы были услышаны и стоят на повестке дня. Первая в этом году акция протеста перевозчиков прошла 25 ноября и собрала десятки водителей на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Из-за роста цен на дизельное топливо они потребовали удвоения тарифа на проезд с 60 банов за километр до 1 лея и 20 банов. Как подчеркнул до этого вице-премьер Андрей Спын, он не согласится на повышение тарифа до тех пор, пока не разберется в том, как он формируется. Позже он заявил, что готов обсудить поиск решения, которое отвечало бы интересам как протестующих, так и пассажиров. Далее новости из рубежа. Одна женщина погибла и два человека госпитализированы с ожогами в результате пожара, вызванного взрывом в одном из пансионатов в румынском городе Клужнопока. Как сообщают местные СМИ, на место происшествия прибыли десятки спасателей и также несколько бригад врачей, оказавших медицинскую помощь и еще трем пострадавшим. По информации властей, возгорание благодаря действиям пожарных удалось локализовать. Ударной волной повреждены дома в радиусе 30 метров от эпицентра взрыва. Вероятные причины инцидента эксперты называют скопление газа. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств. Вернемся в Молдову. В апелляционной палате Кишинева по ходатайству стороны обвинения состоялось заслушивание еще одного свидетеля по делу Илона Шора. Прокуроры отказались раскрыть подробности, тогда как, по словам адвокатов политика, есть достаточно доказательств невиновности их подзащитного. Следующее заседание суда назначено на 20 декабря. Илон Шор неоднократно заявлял о своей невиновности в хищении денег из банковской системы, а также о том, что кража произошла после того, как он был выживлен. Он был выведен из руководства банков. После этого власти страны того периода предоставили государственные гарантии почти на 14 миллиардов леев. Вместе с тем политик подчеркивал, что готов явиться на судебные заседания при условии отмены ордера на его арест, который он считает незаконным. Дело Илона Шора было передано из апелляционной палаты Когула в апелляционную палату Кишинева в августе этого года. Далее о происшествии. Шокирующий случай в селе Кишкэрен из Сен-Жирецкого района мужчина погиб придавленной веткой. Сообщается, что он сорвался с дерева во время обрезки и одна из крупных ветвей упала на него. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело погибшего доставлено в центр судмедэкспертизы. В результате трагедии, которая произошла днем 9 декабря, без кормильца остались жена и трое детей. Продолжаем выпуск. Еще один населенный пункт Аргеевского района освящен командой партии Шор. Речь идет о селе Пакшешты, входящем в состав коммуны Донич, где сдана в эксплуатацию полное уличное освещение. Следует отметить, что проект по освещению сел Аргеевского района, инициированный Илоном Шором, почти завершен. Спустя годы ожидания в Пакшештах наконец полностью освещены все улицы. Теперь, говорят жители, их жизнь больше не будет подвергаться опасности из-за отсутствия света на улицах. Где бы мы ни были ночью, мы старались идти домой. Сейчас очень хорошо. Гуляли с фонарями, а теперь выходим спокойно. Это маленькое забытое село, но о нас вспомнили. Представители местных властей и партии Шор, присутствовавшие на инаугурации уличного освещения, заявили, что продолжат реализацию инфраструктурных проектов в населенном пункте. Я рад, что свет появился и на ваших улицах. Это проект, который много значит для нашей команды. Мы надеемся, что с освещением населенного пункта несчастные случаи и кражи прекратятся, и вы получите больше комфорта и безопасности. Здесь удалось сегодня вечером официально запустить уличное освещение, и мы рады, что этот проект востребован, и люди счастливы. Быстрыми шагами мы идем к европейскому развитию Аргеевского района, который является чемпионом по уличному освещению. Город Аргеев и коммун на журоде Мишлак стали примером для подражания. Это очень хорошо, этим надо заниматься дальше, потому что тут живут люди, им тоже нужны детские площадки, им тоже нужно освещение, им нужно все то, что делает их жизнь нормальной, цивилизованной. Также по инициативе команды партии Шор в селе Пакшешты оборудована детская площадка. За последние два года Аргеевский районный совет выделил более 50 миллионов лев на обустройство современного уличного освещения почти во всех населенных пунктах района. Трое несовершеннолетних, подозреваемых в совершении жестокого убийства в центре столицы, останутся под арестом еще на 30 суток. Решение о продлении меры пресечения принял суд сектора Чиканы. Прокурор, ведущий это дело, говорит, что подозреваемые не сотрудничают со следствием и если их вина будет доказана, им грозят длительные годы тюремного заключения. За такие преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. В их случае, поскольку они несовершеннолетние, максимальный срок наказания может быть уменьшен вдвое. Соответственно, в случае, если они признают свою вину, срок их наказания может сократиться еще на треть. Трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет были задержаны в октябре по подозрению в совершении убийства. По версии следствия, они забили до смерти 35-летнему мужчину во дворе одного из домов недалеко от Министерства внутренних дел. В момент совершения насильственных действий один из подростков заснял на камеру, после чего это видео было опубликовано в интернете. На следующей неделе будет определена дата, когда подозреваемые окажутся на скамье подсудимых. По делу о конфискации скрипки должна быть проведена проверка в отношении должностных лиц из Министерства культуры. Об этом заявил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, который ведет расследование вместе с сотрудниками уголовного розыска таможенной службы. Они утверждают, что скрипачка Александра Конунова, у которой был изъят музыкальный инструмент, предъявил акт Министерства культуры, выданный в нарушении положения законодательства. А то, как этот документ был предъявлен, вызвало еще больше вопросов. Через три дня после изъятия инструмента она обратилась к эксперту, аккредитованному при Министерстве культуры. Он выдал свидетельство, содержание которого противоречит тому, что было представлено 22 октября 2021 года, в день изъятия скрипки, и касается стоимости имущества. Не видя инструмента, этот эксперт составил акт об экспертизе с указаниями ее характеристик и стоимости. Вместе с тем, прокурор утверждает, что орган уголовного преследования был представлен через адвоката договору передачи некой скрипки. Однако в документе не указывалась дата его составления. Все это в совокупности, отмечают следователи, послужило мотивом для затребования в Интерполе информации о принадлежности инструмента, а также о том, не объявлен ли он в розыск. В настоящее время, поясняют представители следственных органов, инструмент хранится в приемлемых условиях. Скрипка была изъята у Александра Кононовой таможенниками в связи с отсутствием документа о ее происхождении. Пятеро граждан Турции, незаконно работавших на стройке, были оштрафованы на 15 тысяч леев. Их обязали покинуть страну в течение 10 дней. Штрафы наложены сотрудниками Бюро по миграции в ходе проведения рейдов по стране. Власти установили, что указанные лица не имели права на проживание, им также был запрещен въезд в Республику Молдова сроком на 3 года. В то же время работодатель также будет оштрафован на 7500 леев за каждого незаконно нанятого на работу иностранного гражданина. Продолжаем выпуск. Через несколько дней волшебство зимних праздников воцарится и в муниципе Аргееве. Праздник начнется с зажжения огней на новогодней елке, установленной на площади Василия Лупу. Елку высотой 22 метра украшают более тысячи разноцветных шаров и 1200 метров праздничных гирлянд. Местные власти обещают, что муниципе Аргеев и в этом году превратится в сказочный город. Вероприятие начнется в воскресенье 12 декабря в 16.00. Местные власти Аргеева и в этом году обещают незабываемые сюрпризы, музыку, веселье, колядки и много хорошего настроения во время открытия зимних праздников. Огни на елке зажгутся в воскресенье 12 декабря на церемонии, которые обещают быть поистине грандиозной. На площади Василия Лупа будет построен европейский городок и ярмарка с изделиями народных умельцев. К тому времени стараются поспеть более 40 рабочих, которые с утра трудятся над украшением города. У нас есть куб, поднимающийся в небо, вагон, паровозик движется. Огоньки будут зажжены? Да, обязательно. Все подготовлено, все будет красиво. Для детей предусмотрена специальная программа. У самых маленьких будет возможность повеселиться с аниматорами и персонажами зимних сказок. Дед Мороз и Снегурочка будут раздавать подарки. Атмосферу праздника украсит румынская певица Анна Леско. Исполнительница обещает исключительный сольный концерт. Начало в 19.00. Особенный сюрприз ждет всех 12 числа. Будут и известные исполнители, которые порадуют всех с началом зимних праздников. Жители Аргеева говорят, что они уже ощущают праздничную атмосферу и с нетерпением ждут воскресного мероприятия. Очень красиво. И в Кишиневе нет такой красоты, как в Аргееве. Сколько примаров было в Аргееве, никогда не было так, как сейчас. Конечно, мы пойдем с женой и с детьми. Вот как красиво все организовал наш примар. В воскресенье придем с внуками, с детьми. Очень красиво. В предыдущие годы новогодняя елка в Аргееве была одной из самых красивых в мире. Наряду с пушистыми красавицами в Киеве, Лондоне, Берлине, Будапеште, Риме и Праге. Жителей призывает насладиться праздничной и сказочной атмосферой, но в то же время, чтобы обезопасить себя от коронавируса, рекомендуется соблюдать ограничительные меры и социальную дистанцию. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Удачных вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok